МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автор Сахикиреева Жанна Курманиазовна, министру здравоохранения и социального развития Дюсеновой. Категория образования. Отдел образования города Уральска просит вас дать разъяснение правил предоставления социальной помощи гражданам. Государство частично компенсирует расходы в период получения образования детям, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени обучаются на дому или в организациях, оказывающих стационарную помощь, а также восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию. Что включают в себя частичные расходы? Входит ли туда обеспечение питанием, продуктами и относится ли к данной категории ребенок-инвалид с детства, который обучается бесплатно на дому? Уважаемая Жанна Курманязовна, в соответствии с законом Республики Казахстан об образовании правительства Республики Казахстан определяет размер, источники, виды и порядок предоставления социальной помощи гражданам в период получения ими образования. Так, согласно пункту 5, государство частично компенсирует расходы в период получения образования детям из многодетных семей, родители и иные законные представители детей с ограниченными возможностями имеют право на возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану в порядке и размерах, определяемых решением местных представительных органов. Согласно правилам оказания социальной помощи детям, воспитывающимся и обучающимся на дому, утвержденных постановлением Акимата города Астаны, ежеквартально производятся выплаты детям, воспитывающимся и обучающимся на дому, в размере 6,5 месячных расчетных показателей. На 2016 год эта сумма составляет 13 787 тенге. Для оказания государственной услуги заявитель может обратиться в Центр по обслуживанию населения по месту регистрации. Редактор субтитров А.Семкин